Сегодня я вам хочу рассказать и немножко показать о том, как сделать один макет, который будет подходить для различных устройств и будет адаптироваться либо под мобильный телефон, либо под планшет, либо под бестоп. Ничего себе, естественно. Собственно говоря, о себе хотел бы немножко рассказать, потому что меня не настолько хорошо знают, как Антона Шучукак. Первый раз в интернете я вошел где-то в 2000 году. В 2002 уже начал потихоньку увлекаться, что-то там делать в фронт-пэйш-экспрессе, дремьювере, начал что-то заливать на народ, на косинфровайдеров. Потом пошел техникум, универ, в общем, начал учиться. Когда я попал в универ, я уже начал потихоньку немножко подучивать студентов, начал разбирать такую штуку, как виртуальный хостинг. Потом на старших курсах я там устроился поработать и узнал вот такие классные штуки, как Amazon Web Services, Cloud Computing, EC2, EC3. Параллельно за все это время я еще и спустил сидеть на различные конференции вроде SMM-UA. Ну и так получилось, что в основном я специализируюсь на бэкэнде. А в доклад у нас сегодня будет больше о фронт-энде. Ну и мне просто нравится этот слайдик. Попять тут на самом деле особо и не пределах, если мы говорим о адаптивном дизайне. Здесь больше идет разговор о такой штуке в CSS3, как Media Queries, которая позволяет нам применять определенные CSS-стили в зависимости от размера дисплея или же его ориентации. Если говорить о поддержке браузерами, то интернет-эксплорер все, что младше девятого, там беда. Ну в целом сейчас все довольно хорошо работает. То есть можно уже спокойно брать и использовать. Если вам нужна будет поддержка адаптивного дизайна в более младших версиях, зачем-то, вы можете обратиться к JavaScript и воспользоваться такой библиотечкой, как Respond GX. Ну собственно говоря, как все это дело разрабатывать и отлаживать. За два года, когда я копал эту тему, что-то экспериментировал, пытался делать, разбирал, пробовал, прошло таким трем выводом. Это то, что перед тем, как вы начнете делать адаптивный сайт, вы должны продумать его структуру, как структуру самого контента, так и структуру макета. Второе, это вы должны фокусироваться сначала на устройствах, которые имеют наименьший размер. То есть, если вы собираетесь разрабатывать макет под iPad и Desktop, то можете начинать разработку с iPad и заканчивать Desktop. Если же вы планируете поддерживать еще и мобильные устройства, то есть, допустим, iPhone или Android, мы диагналили, допустим, 4 или 3, чем-то Uyman, то вам надо начинать с этих устройств. Ну и дальше, уже по мере того, как вы будете делать ваш макет, вы его, соответственно, должны оптимизировать. По мере необходимости, там, где это нужно. Вот. Это очень хорошо и показательно видно на таком примере. То есть, вы можете, если в первом случае, как обычно, я делаю, только это узнал, это просто, вот есть Desktop-сайт, и я его начинаю как-то пытаться засунуть в мобильное устройство. Вот. И в результате приходится там, как бы сказать, как-то изящно изворачиваться и деградировать существующий макет. А в принципе Mobile First, наоборот, предлагает брать и улучшать постепенно ваш макет. Это хорошо видно на примере стакана с водой. То есть, если мы будем постепенно улучшать наш макет, то, соответственно, у нас появляется больше свободное место, и мы можем тут более детально как-то расписывать наш контент, добавлять новые картинки, более высокое разрешение. В общем, у нас появляется место для фантазии дополнительное. Если мы начинаем делать все с мобильного устройства. Ну, я обещал что-то показать, поэтому начнем так потихоньку и планировать. Я сильно особо не заморачивался, поэтому что наподобие фотогалерии захотелось сделать, там, где у нас с вами будет простой заголовок этой фотогалерии, какие там фотографии и какое-то описание. То есть, ничего особого. Это то, что касалось структуры контента. А теперь по поводу структуры макета. Есть такой человечек, зовут его Лук Лавлэйский. Он написал какую-то статью «Multi-Device-Flyout Patterns» и предложил там следующие паттерны. В основном они все сводятся к тому, что у вас будет одна такая большая длинная простыня контента. И блоки будут следовать друг за другом. Но по мере увеличения размера дисплея они будут выстраиваться. И вот комбинация того, как они будут выстраиваться, как раз и есть предложенные статьи. То есть, допустим, такой, или такой, или такой. Вот. Или Tiny Twix. А тут вообще одна колонка. И это, как бы сказать, можете просто спокойно брать, масштабировать все элементы, которые у вас здесь есть. Особо не надрываться. И вот, кстати, вы получите адаптивный сайт. Вот. Но ничего в этой сфере естественного не будет. Или же есть такой шаблон. Оф-Канвас. Например, он хорошо используется в Фейсбуке, когда вы берете, или, например, есть положение ВКонтакте или Андроида. Проводите руку, и у вас там проявляется дополнительная менюшка. Вот. Еще можно так. Соответственно, еще. Раз мы с вами говорим о адаптивном дизайне, вот, то еще не мешало вспомнить о адаптивных единицах. Если вы делаете макет адаптивным, то лучше всего используете единицы измерения M, а не пиксели. Потому что пиксели, они, как бы сказать, фиксированы. Вот. А размер M, он каждый раз вычисляется. И зависит от базового размера шрифта. Особой разницы, как бы там, я, правда, не заметил, когда я это делал, но рекомендуют это использовать. Хотя я не пытался это дело поломать. Возможно, потому что он имеет айфона с ретиной. Собственно говоря, это был краткий экскурс по тому, как делать адаптивные макеты. А сейчас посмотрим на фреймворки, которые есть для этих целей. Вот. И я как раз расскажу об опыте работы с каждым из них. Вот. И когда какой из них лучше всего применять. Ну, я-то знаю, правда, какой мы уже будем применять. Ну, какой. В общем, этот фреймворк, думаю, не нуждается особо в представлении. Все его знают. Под него куча всего написано. Вот. Как бы сказать, Twitter пуста. Есть куча плагинов на jQuery. Все, конечно, классно. И, как бы сказать, тут и SAS есть. Вот. И jQuery, который все хорошо знают. И плагины. И, если что, можно еще когда-то попытаться jQuery и сюда припилить. Тоже такие эксперименты были. Вот. Но Twitter пуста. Мне не нравится здесь сама модульная сетка. Вот. Что это такое, я расскажу немножко позже. Кстати, кто знает, что такое модульная сетка? Поднимите, пожалуйста, руки. А, ну, уже в большинстве это хорошо. Это радует. Потому что года два назад это был темный лес. Вот. Собственно, если вы хотите сделать быстро сайт адаптивный, вы берете, ну, я особо там не заморачиваться, ничего. Сильно не будете менять, берете Twitter пуста. Вот. Если же вам нужен только функционал, который позволяет сделать ваш сайт адаптивным, и вы собираетесь дописать абсолютно весь дизайн сами, то лучше используйте скелетон для этой цели. Соответственно, теперь следующий фреймворк, который я где-то открыл для себя год назад. Вот. Он, в принципе, появился в то же самое время почти, что и Twitter пуста, но не такой популярный был. Это Foundation. Вот этот фреймворк мне понравился больше всего тем, что у него очень хорошая модульная сетка. Почти точно такая же, как в теме 1960 в Drupal, или же в 960 GS. Первое, что меня тут подкупило, это то, что я могу брать, переставлять местами, скажем так, блоки контента по помощи этого фреймворка в коде. А визуально оно будет находиться так, как и оставалось. Это нужно, например, в целях поисковой оптимизации, для того, чтобы в коде сделать более приоритетный контент выше, а менее приоритетный ниже. Соответственно, Foundation мне это было можно проще сделать. Потом такая штука, как вложенные модульные сетки. Опять же, Twitter пуста, у меня с этим как-то проблематичненько все было. Хотя я могу не только сделать, скажем так, контейнер, в котором у меня будет 12 колонок, и выделить в нем блок, допустим, на 6 колонок, но потом могу еще опять этот блок на 6 колонок побить на 12 колонок. Могу я в этом блоке еще оцентровать нужные мне, скажем так, блоки. То есть, ну, как раз сказать, то, что касается модульных сеток, я вот практически никаких проблем для себя не встречал. Ну и еще здесь есть хорошие плагины для той же самой фотогалереи. Вот. Здесь подключен такой плагин, как Joyride, который позволяет сделать экскурсию по сайту, как в свое время, когда это было на Facebook. или же на новых сайтах, допустим, в каких-то стартапах вы заходите, и он там расскажет, что нажмите здесь, для того, здесь, для этих целей. И вы постепенно ознакомитесь с функционалом и интерфейсом какого-то продукта. Здесь это уже есть из коробки. И довольно много дополнительных плюшек, кроме того, что поддержит опять тот же самый SAS. И еще один неадаптивный фреймворк, конечно. Здесь просто модульные сетки. Это то, с чего я начинал. И, как бы сказать, для того, чтобы отдать дань этому фреймворку, я хотел бы о нем вспомнить. На этот фреймворк стоит посмотреть тем людям, которые еще ни разу не сталкивались с модульными сетками и хотели бы с ними как можно получше разобраться. И понять, что это такое. Здесь еще плюс, почему я его опять до сих пор вспоминаю, есть такая хорошая штука, как шаблон для различных программ. То ли Photoshop, то ли CorelDRAW, то ли Balsamik.MuCup. В общем, я сейчас уже как его строил, я просто скачиваю этот фреймворк и беру оттуда вот эти модульные сетки, колонки. Вставляю их в Photoshop, допустим, или Balsamik.MuCup. МуCup, как мы дальше увидим. Накидываю нужный мне интерфейс и уже все как красиво у меня получается. То есть вот, если посмотреть, в этот, как сказать, обыкновенный сайт, наложим на него сверху модульную сетку и увидим, что у нас заголовок, там где Creative, Technical, Demandable, у нас занимает с вами 12 колонок. Вот эти вот блоки у нас занимают с вами по 3 колонки. Нижняя, там, где у нас дополнительное описание, занимает по 6. Когда дизайнер начинает использовать модульные сетки в своей работе, становится даже намного проще программисту. Потому что у вас не болит голова о том, как вот переверстать или адаптировать вот такую вот структуру, ну, допустим, нижнюю. Это вот, допустим, блоки. Когда у вас все хорошо, четко структурировано, вот, выровнено, тогда и проще писать код. Тогда проще это дело добавлять, например, в цикл в шаблоне. Тогда получается проще сам же и CSS-код. Собственно говоря, приступим. Вот это программка, вальзамик и макабс. Ну, это мой вариант для макабов. Это листопная плекуха, есть вебовская плекуха. Вот, ручку, листок и бумагу. Ну, ручку, как сказать, карандаш, бумагу никто еще не отменял. Это тоже можно иногда использовать. Вот. Кроме того, в новом фудрейшне появились еще готовые скетчи. То есть вы можете скачать уже готовый шаблончик и от руки там быстро все набросать. Допустим, для мобильного вида, айпада и декстопа. Вот. Ну, как бы сказать, сегодня утречка я посидел и накидал же до примерно такого. Это мой черный щекот, от которого я буду отталкиваться. Да, я не сделаю тут вариант для мобильного устройства. Сразу сделаю для декстопа. Потому что, ну, честно говоря, немножко рим, во-вторых, как бы сказать, так все понятно вроде бы. Это у нас там слепка будет, это у нас текст, это у нас будут фотографии, которые будут вмещаться по мере уменьшения или увеличения размера дисплея. Вот. Но это не будет вылазить все за 12 головок. Ну и на выходе я получил подобную штукенцию. Вот. Сейчас мы с вами откроем ее внутренность и посмотрим немножко на код. потому что, ну, это четвертая версия доклада уже. Вот. Скажем так, с модификациями и дополнениями. И народ постоянно жалуется на то, что я не показываю код особо. Вы можете сейчас зайти со своих мобильных устройств по этой ссылочке. Вот. Да, последняя буква L. и у вас будет ряд макетик. А? Я думал об этом, но я думаю, никто не дострелит в задних рядах. Ну, хотя стоило рискнуть. Да. Ладно, мы тоже по правилам. Собственно говоря, я думаю, сейчас пора открыть по ХП-шторм. обратно слайд. Балдия. 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 Собственно говоря. Последний отел. Так, ну что, я могу уже уйти, а как только пошло. А, не-не-не. Сейчас. Не-не, то-то, просто так будет удобно. Вот. Как всегда. Да я по-другому, я думаю, как масштаб поправит. Думаю, что это будет просто. Можно шаблон сохранить, и там в сохранении шаблона выставить размер шрифта. В настройки заходи. Теперь в поиске там эдитар ввести, или текст. Где там смена шаблона? Вот это тут, да. Пробуй. Ниже. Нет, нет, ниже, ниже. О, да. СМС. А, фон. Наконечно. Так, ну, боже мой. Нужно сохранить дополненный шаблон, CMS нажми. Так, все понятно. Надо то, чтобы это... Это уже получилось. Собственно, то, что вы открыли по ссылке, это... Вот этот документик. Добавлю еще раз, почему именно я остановился на фондейшене. В отличие от твиттера хустрапа, фондейшен использует Zepto.js, который весит, ну, в сжатом виде примерно 9,8 килобайта, что очень мало и очень хорошо будет ощущаться на, допустим, том же самом, дарик, как есть старо, за одну ревну, безлимит в день, когда вы выкачиваете 50 мегабайт, и у вас, основа, скорость падает до 64 килобайт в секунду. Или килобит. Ну, в общем, очень медленно. Как сказать, ничего сверхъестественного нету. сбрасывается сначала настройки браузера, потом подключается стиль фондейшен, а потом подключается наш стиль. И плюс для совместимости модернайз. Дальше там вы, в принципе, открываете доку по фондейшену и можете смело оттуда все копировать. То есть так как я набрасывал все это дело на макете, у меня немножко не срослось, и я поэтому сделал верхнюю фиксированную навигацию. Соответственно, там у вас есть такая возможность, как, допустим, ну, в том же самом, Twitter, BuzzTrack'е скрывать определенные элементы в зависимости от условий, то ли это у вас маленькое устройство, то ли большое, то ли, как бы сказать, ориентация дисплея. Соответственно, как бы, здесь просто немножко другая разметка, которая отличается от Twitter, BuzzTrack'а. Вот, это главная страница, которая простенькая, вы уже, наверное, смогли поклацать и заметили, что у вас там отображается шаблон. Ага, ну, хорошо. Ну, как сказать, у вас нет там перелистывания. Не переживайте, я пользуюсь холом. Просто в восьмерке такое что-то отключено, если он по умолчанию стоит. У вас на устройстве это влияет немножко по-другому. Вот. У вас там просто, как вы сказали, получается, lightbox. А когда на доступе я это ее за, или на устройстве там, где более 700 с чем-то пикселей ширина, вот, тогда появляется такая штука. Это, конечно, можно все докрутить в Twitter, BuzzTrack'е. Но, как вы сказали, предпочитаешь, у меня все было из коробки. Вот. Тогда, как вы сказали, все намного проще становится. Добавлю еще, что этот фреймворк использует, допустим, National Geographic журнал. То есть, ну, он может составить конференцию, Twitter, BuzzTrack'е, вот там уже. Да, его сторонник выходит. Дальше, я бы сказать, ну, это то, что я там хотел показать. Ничего сложного. Вот. Потом я решил немножко это все дело прокопать и думал тут, как бы сказать, даже на ходу где-то код немножко поправить, но потом уже остановился и подумал, что это будет все надолго. Вот. Взял и сделал просто другой шаблон. Это если вы сейчас все на устройствах откроете и нажмете на галлере YouTube. Я когда вам говорю, что я здесь могу с легкостью брать и переставлять местами слои. Вот. Ну, то есть, в ходе они у меня будут идти, как и шли, а визуально будут показываться по-другому. Вот. Соответственно. То есть, ну, в 960JS у меня были такие классные классы, как Push и Pull, которые позволяли взять блок, например, вытолкнуть на три колонки или втянуть. В Питерпустратии у меня их не оказалось, поэтому было очень печально. Вот. Здесь они есть, уже из коробки. Кстати, таким образом я смог вынести контент выше, хотя он у меня, как бы сказать, если по раскладке блоков они идут у нас слева направо, то помощь этих классов я смог, как бы сказать, поставить ссылки первыми вот на дисплее, а контент вторым, хотя в ходе, скажем так, контент более приоритетный. Дальше. Это у меня так на дистопе выглядит. Вот. Но, когда я начинаю делать это на мобильном девайсе, то у меня получается вот такая вот штука. Я взял и продублировал код, на самом деле. Это вот одна маленькая неприятность, которую я пока еще даже не придумал, как обойти толком и сильно, прям так, очень приятно, она мне мало доставляет. Я взял, просто перенес потом эти ссылки в менюшку сюда. Хотя, ну, на дисплее у меня этого нет. Вот. То есть, по адаптивному дизайну можно копать, копать, еще и копать. Некоторые сайты я тоже делаю, но делаю на адаптивном дизайне. У меня не все очень платко было. Всегда это занимало много времени. Вот. Вести это надо оптимизировать и просматривать от разных устройств. Так. Сад Упс. Вот. Поэтому тут в адаптивном дизайне особо ничего сложного нету, если посмотреть документацию фреймворка. Вот. И если знать CSS. Но если, как сказать, с этим вы хотите разобраться и у вас есть много времени, то советую взять и посмотреть эту книжечку в респонзе веб-десе. Вот. Если у вас времени чуть меньше, вам надо прямо сейчас, то советую посмотреть статейку на CSS-магазин «Краткий курс адаптивный сайт за неделю». Там довольно хорошо все расписано. И вот в этих адаптивных сайтах еще такой момент присутствует. Это то, что картинки. для дисплеев с большим разрешением эти картинки должны быть более высококачественными. Для дисплеев с низким разрешением эти картинки должны быть менее качественными. Для того, чтобы они быстрее опустились, для того, в принципе, не надо настолько сильно. Вот. Вот, конечно, круто, если бы у нас был такой классный тех, как Picture. Вот. И мы могли там задавать разные параметры типа таких. То есть, в зависимости от размера дисплея там подружались разные картинки. Ну, такое в HTML5 можно провернуть, например, с видео, со звуком. Вот. Но с картинками его нет. Будем надеяться, что такое появится в HTML6. А пока на помощь нам приходит JavaScript. Есть две библиотеки. Ну, по крайней мере, когда я искал, интексал с этим вопросом. Это Adaptive Images и Responsive Images. Если так смотреть, разница между этими двумя библиотеками, то первое, она передает размер дисплея в куках, на серваке, там PHP разбивает и, соответственно, отдает нужный размер изображения. Вторая библиотека Responsive Images в ней просто передается ссылка нужного размера. То есть, если взять тот же самый Drupal и Image Cache, то вы можете записать специальный JavaScript, который у вас просто будет подставлять нужной миниатюрой в зависимости от размера дисплея. Эти обе библиотеки работают по помощи ModriWrite, Apache, то есть, генерируются на сервенной стороне разные тумбочки. Соответственно, это у нас такие основные моменты по адаптивному дизайну. Сначала планируете, потом, когда вы разрабатываете макет, делаете под более меньшие устройства. И еще забыл показать маленькую такую штучку, это сейчас, да, забыл показать этот CSS-файл с небольшим наукором. Упс. на этом примере немного хотел бы заотрить внимание именно на принципе Mobile First. Тоже как и рекомендуется все это делать, хотя обычно делается наоборот. Сначала вы пишете CSS-стили именно общие, и эти общие стили у вас должны быть под мобильное устройство. Дальше вы уже пользуетесь Media Query, и задаете определенные CSS-стили для экрана с большим разрешением. То есть я могу здесь написать размер в пикселях, от которого мне отталкиваться, но когда я начал это делать в общем интермей, я заметил, что мне не обязательно заморачиваться с размерами, и вот эти картинки фотогалерии, которые там есть, они неплохо срабатывали, когда я использую только этот стиль. То есть для того, чтобы их выстроить в одну колонку, то это, как правило, портретная ориентация будет на мобильных телефонах, то есть там можно было и так сделать. Это довольно простой пример, если бы он был посложнее и пореальнее, то тогда, я думаю, там бы был CSS соответствующий. Вот. собственно говоря, если у вас есть вопросы, то я постараюсь на них ответить. На первом слайде была в основном с оптимизированным в зависимости от устройства. От размера экрана на устройство. В зависимости от чего мы оптимизируем, от устройства или от размера экрана. На разных устройствах разный размер экрана, поэтому мы отталкиваемся не от какой-то конкретной модели, а от размера экрана в основном. Размера или разрешение? Размера. Размера в смысле я имею ввиду ширина видимого поля, например, там сколько, 325 пикселей или что-то такое. Размера в физических сантиметрах. Разрешение это высота умноженная на ширину. Не решенная. Скорее всего вопрос в размер в сантиметрах или размер в пикселях. А для что имею ввиду? Пикселях. По-моему, это не у кого глупость. Не совсем этот вопрос. Смотрите, есть смартфоны, у которых 5 дюймов, допустим, для канала экрана, а разрешение полу-черк. Ну вот, именно этот размер, размер или разрешение не к себе. Они физически не очень большие. Я понял, куда вы кладете. Есть еще такой параметр у этих дисплеев как PPI. PPI там будет очень высокий, но как вы его знаете? Я как-то насчет этого особо не заморачиваюсь. Это вас будет волновать больше в том случае, если вы будете рисовать границы у блоков, то есть задавать бордеры. И вы там будете писать, допустим, 1 пиксель, 2 пиксель, 2 пикселя. И вот в зависимости этого PPI у вас будет в пикселях какая-то ширина разная. На андроиде, допустим, и на той же самой ретине. То есть, ну, если, допустим, лампочки представить, вот, и на устройстве PPI действительно большой, то когда вы будете задавать ширину бордера в 1 пиксель, то, ну, на устройствах с низким PPI это будет именно одна лампочка работает, а на устройствах с высоким разрешением это будет 2 лампочки занимать. То есть, по сути дела, ну, пользователь будет видеть примерно одну и ту же ширину линии. Можно еще вопрос? Да. В данном случае, ну, как бы, если у нас разрешение устройства очень большое, да, размер маленький, то кнопочка, которая там 50 на 50 пикселей на одном экране будет 3 миллиметра, а на другом 5. Я считаю, что это как бы проблема. Да, это проблема. И вот как ее решить. Так, а вопрос, вопрос. Ну, я так понял, хорошо, сейчас повторю вопрос, так скажете, правильно. Если, ну, на устройстве очень высокое разрешение экрана, вот, и там, допустим, есть кнопочка 5 пикселей, вот, то она, ну, не будет видна. Это основная проблема. Проблема в том, что размеры элементов не задавайте. Да. Для того, чтобы от этого выйти, просто задавайте большие размеры элементов. Ну, а как? Вы не подберете под все устройства. А может, как-то относительно с ними, работа с этими размерами, чтобы они привязывались не к размерам пикселей, не к количеству пикселей, а к размерам физическим экраном. 2 на 2 сантиметра. Ну, вот поэтому вы можете использовать не пиксели, а те же самые кремы. И в зависимости от, ну, размера базового, который вы устанавливаете, для шрифта, допустим, того же самого, вы будете менять размеры этих кнопок. Ну, как бы, я просто с такой проблемой особо не сталкивался, потому что я юзал стандартные компоненты. Вот. Ну, у меня не было проблем. Я взял стандартную кнопку, поставил, и все. Вот. Я не заморачивался с этим моментом. Я не делаю маленьких элементов. Я уже стараюсь его специально делать, где это большие. Да. Да. Смотрели ли какие-то другие фреймворки? Там был перечень фреймворков, просят плюсы и минусы фасово. Наверное, все плюсы и минусы это долго, но вкратце попробуйте. Ну, хорошо, вкратце еще пройдусь. Значит, основные два фреймворка, которые я рассматриваю, это дивитр-пост-трат и фундейшн. Вот. Плюсы фундейшн в том, что он довольно шустрый, поскольку он использует ZeptaJS. У него намного лучше модульная сетка. Вот. У него, скажем так, больше плавиновой скоробки, которая, ну, именно в самом фреймворке есть, которые нам позволяют или сделать галерею, или сделать то же самое слайд-шоу, или сделать тур по сайту. Минусы. Минусы в том, что он не настолько распространен, как твиттер-пост-трат. Ну, потому что там не слово твиттер, наверное. Вот. Если говорить о твиттер-пост-трате, то он использует jQuery. Вот. Под него даже есть сайты, которые уже продают готовые темы. То есть вам особо не надо заморачиваться. даже там есть хорошие классные админки. Под этот, но под твиттер-пост-трат проще использовать там какие-то плагины из того же самого jQuery. То есть там даже есть твиттер-пост-трат юи, по-моему, ответвление от этого фреймворка, и там спокойно можно строить все компоненты jQuery. Соответственно, как бы сказать, этот фреймворк очень популярный и твиттер-пост-трат. И на нем, если у вас возникает эта проблема, как правило, не составляет труда найти ответ на ваш вопрос. Если мы говорим о 960GS, то это неадаптивный фреймворк, и в принципе можно отсюда исключить. Я его включил только из-за того, что там хорошие сетки, и с него хорошо начинает понимание модульной верстки. Если теперь последний фреймворк скелетон, о нем говорите, один раз пробовал использовать, думал, что там все красиво сделаю, у меня будет все хорошо, все будут счастливы. Но потом я взял его, выпросил и перепедалил все это дело на твиттер-пост-трате. юишну. Потому что мне надо был результат быстро, срочно и допиливать какие-то мелочи особо времени не было. Но этот фреймворк, скелетон, позиционируется как именно только он вам дает функционал адаптивности. Все остальное вы с нами. по поводу размера пикселей. Есть такое понятие, как CSS-пиксели. Они зависят от плотности пикселей устройства. Если у вас 5 пикселей кнопка и у вас устройство 1600 пикселей, это не значит, что это будет именно в этих пропорциях. Перед тем, как отображать браузеру страницу эти пиксели в зависимости от плотности от DPI переводятся в CSS-пиксели. Их меньше. Если у вас устройство 1600 пикселей и ширина, это не значит, что в CSS вы задаете 1600, и это будет на весь экран. Как правило, для этого настраивают отдельно viewport, указывают плотность пикселей, пиксели трансформируются, и вы указываете 5 пикселей, на экране это выглядит если пересчитать, несколько крупнее, чем могло бы если бы использовать простая математика. Единственная проблема в таких дисплеях это качество изображений разного. Но это решается уже совсем по-другому. Спасибо. Это то, что я пытался объяснить, когда говорил похожее. Одно ламбешки делом. Вот. Если что, этого парня зовут Женя, я думаю, он выступит еще. Еще вопрос, можно? А как с таблицами, вывод таблиц данных и адаптивный дизайн? Возможно это истинство? Возможно, но там тоже, когда пробовал выводить, довольно проблематично было именно там какие-то здоровенные таблицы выводить. Вот. Опять же, в том же самом фундейшене там есть поддержка таблиц, но это не значит, что вы сможете это все вместить, то, что вы вмещаете на дисплей. То есть, какие-то колонки вам придется скрыть. У вас меньший размер дисплея, поэтому там надо упрощать. вот почему если встает вопрос сделать из преступного сайта сайт для мобильного устройства, приходится как-то ухищряться. Вот. Что-то где-то стараться как-то убрать. Поэтому, как бы сказать, проще и намного безопаснее начинать именно с меньшего устройства. Вот. Тогда вы можете наоборот дополнять. То есть, вы сначала добавляете самое важное, а потом уже добавляете дополнительную информацию. давайте еще вопросы. Тема интересная. Ладно, если вопросов нет, скажем спасибо. И подышим свежим воздухом в течение 15 минут, а то что-то уже так хорошо. Спасибо большое за вопросы. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...